Уважаемые подписчики, друзья, случайный зритель. Я приветствую вас на канале Роман Парфенюк. Все о монетах. Друзья, продолжаем рубрику «Дорогие монеты СССР». В сегодняшнем обзоре я покажу вам один очень редкий вариант монеты номиналом 1 копейка 1973 года выпуска. Этот вариант оценивается в 1300 долларов США. Среди однокопеечных монет 1973 года выпуска встречается чрезвычайно редкий и очень дорогой вариант данного номинала. Друзья, дело в том, что в самом конце 1973 года сменилась модель, по которой изготавливались штемпеля для лицевой стороны монеты. Отличия нового и старого штемпеля хоть и минимальные, но весьма заметны. Так как изменилась длина некоторых остей у колосьев, расположенных в правой части герба СССР, то в результате изменилась и форма гребенки над колосьями, подходящими к звезде с правой стороны. В терминологии нумизматов старый вариант именуется как «гребенка остей с уступом», а новый получил название «гребенка остей без уступа». Кому это все не очень понятно, просто посмотрите на изображения на ваших экранах. В большом увеличении сравниваются нужные места для определения существующих разновидностей одной копейки 1973 года выпуска. Монет с новым вариантом оформления герба выпущено было чрезвычайно мало. Скорее всего, на монетном дворе просто опробовали новый штемпель в работе и отложили для чеканки тиража следующего года. А изготовленная при этом сотня другая монет смешались с десятками миллионов обычных тиражных монет, которые характерны для всего выпуска в 1973 году, то есть изготовленных старым штемпелем «гребенка с уступом». Для производственников все эти отличия были в рамках допустимого по ГОСТу – обычный рабочный момент при изготовлении монет. Но они стали совсем другим для нумизматов, который отслеживает все мельчайшие разновидности, о которых порой даже не подозревают на монетном дворе. А так как таких новых монет с датой 1973 было обнаружено коллекционерами всего лишь несколько штук, то они и в каталогах получили наивысшую степень редкости. Соответственно, цена при их возможной продаже прогнозируется более чем в 1300 долларов США. Друзья, если вам понравился этот обзор и каким-то образом пригодилась информация, я прошу поддержать его лайком, подпиской, поделиться этим видео со своими друзьями. Возможно, оно кому-то и пригодится. Или же поделиться в одной из соцсетей. Это очень поможет развитию канала и отличной будет мотивацией для создания новых видео. А на этом я буду заканчивать, друзья. С вами был Роман Парфенюк. Всего монетов. Всего доброго.